друзья приветствую вас меня зовут артик я рассказываю о том как быстро легко и правильно ремонтировать автомобиль сегодня в работе ford транзит 2011 год выпуска дизельный двигатель на данном автомобиле установлен 24 тдци и автомобиль заднеприводный это важно почему потому что ремонтируем сегодня подвеску ищем и устраняем посторонний звук посторонние даже звуки во время движения какие-то звуки у нас очень громкий явно такой прям закладывающий уши гул хруст скрежет во время движения все это доносится спереди слева будем искать диагностировать и устранять этот набор посторонних звуков как всегда все детально подробно и пошагово расскажу объясню все моменты нюансы разложу по полочкам от вас жду прошу ставьте лайки не забывайте пишите комментарии если видео понравилось особенно если оно было полезным чем-то именно для вас и конечно же не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новый видос который будет возможно именно о вашем автомобиле переходим к небольшой дефектовки и ремонт значит история у нас такая хрустит гудит при движении сделали диагностику что видим очень сильно болтается и гудит ступичный подшипник передний не особо сейчас слышно но факт очень большой люфт присутствует как вертикальный так и горизонтальный все по подшипнику будем производить замену подшипника плюс здесь плохое состояние очень тормозных дисков изнутри здесь здесь еще хуже поэтому диски тормозные установим новое потому что здесь чтобы поменять тормозные диски все равно необходимо снимать подшипник так как может сюда полезем все будет устанавливаться новое поэтому приступаем к разборке перед началом разборки перед тем как вывешивать автомобиль и откручивать снимать колеса обязательно проверяем чтобы была возможность открутить центральную ступичную гайку особенно если нет пневмоинструмента пока автомобиль стоит на колесах разгибаем шплинт убираем крончатый стоп и пробуем сорвать с места гайку и уже после этого можем откручивать болты крепления колеса снимать его обманку шруса можем извлечь сразу если она извлекается без проблем видите тут уже начинала укоревать шлицевое соединение с одной стороны при сборке почистить конечно все это смазать убираем так как производим замену дисков и колодок полностью вдавливаем поршень в суппорт закладываем здесь отвертку крючак используем вдавливаем чтобы поршень полностью вошел заодно посмотрим чтобы направляющие здесь двигались вот смотрите что получается поршень здесь я вдавил и при попытке двигать суппорт на направляющих видите нижнее направляющие двигается верхние в клине надо будет разрабатывать еще и направляющие сейчас откручиваем болты крепления направляющих при необходимости придерживаем ключом сами направляющие чтобы они не проворачивались болты крепления направляющих под головку 15 миллиметров сами направляющие можно удерживать 21 плечом сразу смотрим состояние внутри пыльников вот так пыльники визуально в хорошем состоянии не порван ничего не торчит поршень дивизия полностью вдавлены этого достаточно нам сейчас суппорт подвешиваем здесь за пружиной на амортизатор подвешу чтобы он нам не мешал можно ввести туда в сторону подрамник на рычаг положить в принципе разницы нету главное чтобы он не мешал и суппорт сам не висел на шланге убираем тормозные колодки внутренняя колодка видите с датчиком износа здесь на кронштейне разъединяем штекер откручиваем закрепления скобы суппорта он теперь хорошо прослушивается звук подшипника изношенного осталось открутить сам подшипник от поворотного кулака и демонтировать подшипник вместе с тормозным диском ступичный подшипник прикручен к поворотному кулаку при помощи пяти болтов доступ к болтам вот сюда через отверстие эти болты пока не трогаем вот эти пять болтов под головку 13 миллиметров это болты крепления тормозного диска нас интересует вот те внутренние болты видите под торг степ 50 необходим длинный торг устанавливаем хорошенько молотком стучим чтобы торг зашел в головку болта и после этого аккуратно при помощи вратка отжимаем каждый болт и потом уже можно использовать прямый инструмент при наличии откручивать эти болты и теперь самый главный вопрос который может возникнуть если вы просто меняете подшипник без замены тормозного диска как не слечь подшипник из посадочного на поворотном кулаке потому что очень часто бывает что подшипник сильно укоревает и стучать чтобы его выбить приходится где-то по тормозному диску через наставку через проставку через деревянный бросок так как у меня здесь не надо беспокоиться о сохранности диска можно стучать именно по диску разбивать сам подшипник из посадочного отверстия здесь повезло очень легко все пошло хоть ржавчина здесь и присутствует но без проблем вышел подшипник из посадочного вот такая система видите через отверстие болты проходят в отверстие корпуса подшипника и уже закручиваются здесь воротный кулак сейчас что мы делаем здесь на поворотном кулаке все подготовлю почищу внутри здесь отверстие полностью чтобы новый подшипник идеально заходил в торцевую поверхность прилегания чтобы подшипник новый аккуратно прилегал именно к поверхности на поворотном кулаке ну а здесь замене тормозного диска необходимо будет открутить раз два три 4 5 болтов сбить тормозной диск и после этого уже заняться перепресковкой ступицы в новый подшипник то есть нам надо будет саму ступицу крепления извлечь выпрессовать из подшипника и уже запрессовать в новый сейчас перейдем к верстаку открутим болты крепления тормозного диска болты крепления открутили теперь необходимо диск сбить вниз диск демонтирован осталось разобраться с подшипником ступицей переходим сейчас к прессу подбираем упоры так чтобы они могли здесь лечь под часть подшипника где находится отверстие дальше оправку которая по диаметру будет операция в цилиндрическую часть ступицы и пробуем выпрессовать все это дело выпрессовал ступицу видите внутри не обойма осталось здесь и видно состояние сейчас обойма конечно тут угудела и шуршала и скрипела судя по состоянию очень сильно сейчас необходимо закончить подготовку ступицы снять внутреннюю обойму плюс здесь все вычистить поверхность прилегания которые на которую устанавливается тормозной диск демонтировать обойму можно двумя способами по диагонали разрезаем болгарками аккуратно обоим зубилом стягиваем ее или используем съемник в данном случае можно использовать вот такой съемник такой набор обычные все разрезаю сбиваю но в этот раз покажу именно при использовании при вас возможности использования данного съемника потому что не у всех он есть используем захват то что побольше устанавливаем здесь гайки раскрутим цепляем вот за этот борт здесь упор собираем съемник так чтобы можно было упираться и тянуть и центральным болтом закручиваем стягиваем обойму все собрал подготовил подожму здесь шпиль к яйцу устанавливаем упор пока просто пластину установлю пробуем стягивать все это видите только сказках легко и просто получается очень сильно здесь сидит подшипник сама обойма у меня все выгибает поэтому переходим к стандартному методу разрезал взял зубило ударил сбил обойму убрали все у нас сейчас вычистим готовим плюс я подготовлю посадочное на поворотном кулаке и скобу под установку тормозных колодок тоже там все вычищем все подготовлю посмотрим кстати скобу может на видео разберем посмотрим состояние направляющих предоходимости будем производить замену или направляющих на поворотном кулаке все подготовил вычистил сразу можем посмотреть как устанавливается подшипник сюда вот поворотный кулак новый ступичный подшипник фирма майли здесь комплекте сам подшипник болты кипления подшипника к поворотному кулаку и новая ступичная гайка с корончиком стопором ну и шплинт естественно как видите подшипник подшипник идеально устанавливается на свое место по отверстиям все подходит все хорошо можем перейти к запрессовке установим ступицу внутрь подшипника запрессуем ее сюда внутрь ступицу устанавливаем на пресс я здесь подобрал оправку чтобы она по центру стояла в виде старого старой обоймы наружной подшипника дальше устанавливаем новый подшипник смотрите новый подшипник относительно элемента крепления с двух сторон выходит на разную длину видите с этой стороны вот если смотреть подлиннее цилиндрическая часть здесь покороче мы устанавливаем так чтобы длинная цилиндрическая часть смотрела вниз в данном случае на ступицу плюс внутри подшипника есть пластиковая соединительная втулка которая соединяет между собой две внутренние обоймы подшипника чтобы ни одна из них не потерялась не выпало момент запрессовки эта втулка просто вылезет наружу главное мы упираемся во внутреннюю обойму в момент запрессовки потому что если будем где-то снаружи упираться здесь через большую оправку через большую обойму ступица просто выдавить внутреннюю обойму наружу нам надо чтобы обойма запрессовалась поэтому упираемся вот сюда во внутреннюю обойму можно использовать кстати вторую обойму или что-то подобрать какую-то другую оправку все здесь у меня подготовлено все запрессовываем запрессовываем все до упора подшипник запрессовали видите втулку соединительная вышла внутрь оправки в данном случае я использовал старший поршень суппорта и здесь все отлично подшипник на месте все обоймы на месте в правильном положении длинная цилиндрическая часть смотрит наружу все переходим снова к верстаку будем устанавливать тормозной диск новый тормозной диск TRV открываем смотрим чтобы был такой же по посадочным отверстиям все идентично по диаметру и вылету наружной части относительно внутренней все точно такое же подплавливаем в диск на место нажимаем болты крепления использовать можно старые болты крепления только не забываем про использование резьбового герметика здесь болты крепления тормозного диска ступицы зажимаем усилием 80 ньютонов на метр диск установлен зажат все отлично все на своем месте на данном этапе пока заканчиваем сейчас займемся скобой суппорта посмотрим что там с направляющими кстати с направляющими все хорошо видно на перекос что-то я давил потому что все здесь все здесь замечательно посмотрим только внутри состояние да все хорошо почистим здесь на самих направляющих поверхность прилегания к пыльнику уберем ржавчину втулка здесь в идеальном состоянии смазка хорошая используется поэтому втулка не увеличилась в размерах вот это видим чуть-чуть подклинившая кстати если смотреть если смотреть на скобу суппорта она вот так стояла как она у нас стояла вот так вот и как раз вот эта направляющая не двигалась вот она но так суховато возможно что-то из-за этого здесь и подклинило почистим уберем все смажем новой смазкой здесь подготовим поверхность прилегания здесь почистим и посадочные подколодки конечно же очищаем убираем всю ржавчину хочу посмотреть в колодках в комплекте колодок есть ли новые пружинные пластинки не посмотрю есть ли в комплекте колодок новые пружинные пластинки потому что колодки пришли не такие значит просто готовим пока скобу суппор там все здесь вычищу подготовлю мы придем к автомобилю будем все собирать все что есть в наличии и 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 подготовлено. Обязательно промазываем внутреннюю поверхность под ступичный подшипник на поворотном кулаке, чтобы при необходимости все без проблем извлекалось и устанавливалось. Устанавливаем теперь ступичный подшипник вместе с тормозным диском, наживляем болты крепления. Болты крепления ступичного подшипника к поворотному кулаку зажимаем усилием 55 мм на метр. Далее очистим обманку шруса, промазываем шлицевое соединение, устанавливаем, наживляем гайку, закручиваем для начала усилием 250 мм. Потом надо будет сделать 5-6 оборотов по одну сторону, по вторую и уже когда полностью соберем, поставим на колеса, дожмем усилием 500 мм. После того как дожмем, проверим чтобы все опять же проворачивалось, крутилось и установим корончатый стопор и шплинт. Пока ставим данный элемент, наживляем и зажимаем. Поджали ступичную гайку и уже все собираем в обратной последовательности. Устанавливаем скобу суппорта, пружинные пластинки на нее, тормозные колодки, с этой стороны слева по ходу движения. Не забываем установить датчик износа колодка и соединить штекер. Дальше тормозной суппорт, все зажимаем, собираем. Перед сборкой обезжириваем конечно поверхности прилегания на тормозном диске. Наружную, внутреннюю. После, как я уже говорил, в конце опускаем автомобильные колеса, дотягиваем гайку, усилием 500 ньютонов на метр. Номера тормозных колодок будут в описании к видео, еще они ко мне не приехали, поэтому пока даже показать, что устанавливать не можем. Ну а дальше будет сборка, как всегда, в ускоренном виде в обратной последовательности. Если данное видео вам понравилось, если было полезно чем-то именно для вас, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Артик, до встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok